В женском тазу находятся три системы. Нарушения в работе любой из них могут привести к неприятным последствиям. Опущению органов малого таза, болезненным менструациям, недержанию мочи, дряблым мышцам внутренняя сторона бедра, валик на животе, опущение ягодиц. Но даже если какие-то симптомы у тебя уже есть, с этим можно работать. Упражнения для тазового дна помогают, сделай несколько простых тестов. Тест первый. Встань и сделай три простых действия, постарайся чихнуть, покашлять и засмеяться. Как ведут себя мышцы. Чтобы удержать внутренние органы, тазовое дно должно включаться и будто бы подниматься вверх. Если ты чувствуешь, что оно никак не среагировало на провокацию или вовсе расслабилось и опустилось вниз, это повод заняться своим здоровьем. Тест второй. Ляг на спину, положи руку на область промежности, попробуй сократить мышцы и почувствовать их. Если при сокращении плоскость соприкосновения между ладонью и промежностью уменьшается, втягивается внутрь, ты все делаешь правильно. Если промежность давит на ладонь, выталкивает ее, ты не сокращаешь мышцы, отужишься и повышаешь внутрибрюшное давление. Так делать не нужно. Если ты вообще ничего не чувствуешь, значит, ты еще не наладила связь со своими мышцами. Займись этим. К сожалению, да. Основные ошибки, которые допускают женщины, наша задача – не накачать мышцы, а научиться их чувствовать, управлять ими. Не только напрягать, но и правильно расслаблять. Упражнения на раскрытие бедер. Растяжение мышц повысит уровень метаболизма в нервных окончаниях и улучшит кровообращение органов малого таза. Техники, которые улучшают работу кишечника. Брюшные манипуляции, скрутки без осевой нагрузки, дыхательные техники, боковые наклоны. И диамоторная тренировка. Учимся чувствовать и сокращать нужные мышцы. С помощью таких упражнений тренируются даже спортсмены при подготовке к соревнованиям. Техники, которые обеспечивают оптимальную циркуляцию крови в органах малого таза. Перевернутые позы, сорвангасана, шершасана, и брюшные манипуляции. Агнисара тхаути науле. Если речь о том, чтобы сразу после соития встать в позу березки. То нет, это не сработает. Но можно подготовить свое тело к зачатию специальными практиками. Это повышение мобильности тазобедренных суставов, верабхадросана в динамике, укрепление и растягивание мышц бедер и ягодиц. Вариации бодхаконосаны. Техники мобилизации крестца, техники, которые обеспечивают оптимальную циркуляцию крови в органах малого таза, перевернутые позы. Но здесь есть два важных момента. Упражнения будут эффективны, только если у тебя нет патологий. Во второй половине цикла ты уже можешь быть беременна, но еще не подозревать об этом. В первой половине можно делать классические упражнения, а во второй – лучше выполнять практики для беременных. Можно. Есть специальные упражнения, которые облегчают состояние женщины во время критических дней. Например, указать несколько асан. Если ты наблюдаешь это за собой, займись своим здоровьем.